В Казанском федеральном университете состоялся галоконцерт ежегодного фестиваля «Студенческая весна-2022». Чем полезны общества, профсоюзы и как же строится их работа? В КФУ прошла конференция, посвященная всероссийским судебным дебатам. Всем привет! В эфире «Универньюз», а в студии Алина Красильникова. 22 апреля исполнилось 152 года со дня рождения Владимира Ильича Ульянова-Ленина, одного из самых известных студентов Казанского университета, сумевшего повлиять на ход истории 20 века. В советское время имя Ленина серьезно помогло вузу и морально, и финансово, так как к университету, студентом которого был Владимир Ильич, отношение правительства было особым. По сей день большинство иностранных делегаций, посещающих Казанский университет, считают своим долгом побывать в аудитории, в которой учился Ленин, и посидеть на том месте, где постигал азы науки будущий вождь пролетариата. В Казанском федеральном университете состоялся галоконцерт ежегодного фестиваля «Студенческая весна-2022». Все подробности смотрите далее. 21 апреля в КСК КФУ «Уникс» состоялся галоконцерт ежегодного фестиваля «Студенческая весна-2022». Мероприятие традиционно началось с напутственных слов исполняющего обязанности ректора Дмитрия Таюрского. Также глава КФУ выразил благодарность организаторам фестиваля, коллективу департамента по молодежной политике и студенческого клуба, руководителям творческих коллективов, а также членам жюри. Сегодня действительно большой праздник. Это праздник творчества, креативных идей, молодости, красоты. Все, что продемонстрировали нам наши студенты в первом отделении фестивальной программы. Программа мероприятия была очень насыщенной и яркой, ведь на галоконцерте были представлены самые лучшие номера. Конкурсные дни «Студенческой весны» проходили в КФУ с 9 по 18 марта. Абсолютно все институты без исключения принимали участие в фестивале. Вовлечены в процесс были также и иностранные студенты. Студенческая весна в Казанском федеральном университете – это всегда масштабно, качественно и очень интересно. Ежегодно зрителям и участникам становятся тысячи студентов. По итогам галоконцерта жюри определило победителей и лучших исполнителей в различных направлениях. Карина Саяхова, Универньюз. Чем полезны общества профсоюзы и как строится их работа, узнаете в следующем сюжете. 22 апреля в конференц-зале Института филологии и межкультурной коммуникации Казанского федерального университета состоялась 22 конференция региональной организации профессионального союза работников народного образования и науки Российской Федерации в Республике Татарстан. На повестке дня был ход реализации решений Общероссийского профсоюза образования, прекращение полномочий председателя Татарстанской республиканской организации Общероссийского профсоюза образования и другие не менее важные темы. То, что существует у нас в республике, это так называемое социальное партнерство. Это совместная работа профсоюзов и власти. То есть только общими вот такими усилиями можно добиться каких-то результатов. Поэтому надо отметить, что из всех, наверное, территорий Российской Федерации в Республике Татарстан сложилось вот это хорошее, практическое социальное партнерство. На конференции присутствовало порядка ста избранных делегатов профсоюзной организации со всех районов города. По регламенту мероприятие состояло из двух докладов по вопросам повестки, выступления в прениях, а также обсуждений вопросов конференции. Нет другой организации, которая бы отстаивала интересы работников, так как это делает профсоюз грамотно, профессионально, настойчиво. По результатам конференции были подведены итоги выполнения решений Всероссийского 20-го съезда профсоюзов образования, а также были внесены некоторые изменения в состав Комитета Татарстанской Республиканской Организации Общероссийского профсоюза образования. Надежда Дик, Александр Кузнецов, Универньюз. Действующие судьи и их будущие коллеги встретились на 18-й научно-образовательной конференции в стенах Казанского университета. Все подробности смотрите далее. 22 апреля в стенах Казанского университета прошла научно-образовательная конференция среди студентов юридического факультета. В прошлом году, в связи с ситуацией с ковидом, лишь малая часть смогла присутствовать очно. Сегодня же все места в аудитории были заняты. Данное мероприятие проходит уже 18 лет. Каждый год действующие судьи не только Республики Татарстан, но и других регионов России, таких как Саратов и Самара, не только взаимодействуют с командами, но и осуществляют оценку их позиций. В этом году участие приняли 38 команд из 30 регионов России. Это судебный модельный процесс, который предполагает участие команд со стороны студентов и реальный судейский состав, который осуществляет именно оценку действий команд. То есть это фактически реальный судебный процесс, но он называется модельный, поскольку это, конечно же, связано с тем, что фабула дела была предложена командам, то есть они вырабатывают свою собственную позицию и представляют эту позицию уже в зависимости от того, это уголовный процесс или гражданский процесс. Как для каждого студента, так и для самого юридического факультета это важное событие. На конференции студенты могут пройти мини-практику, что в дальнейшем может поспособствовать их работе по специальности. Задать вопросы и познакомиться с действующими верховными судьями, а также узнать много полезной информации. Это очень значимый проект для юридического факультета, потому что это то, что приближает студенты непосредственно к их профессиональной деятельности, то есть то, что учит их отстаивать свою позицию, выстраивать эту позицию и защищать эту позицию уже непосредственно в суде. Для победителей подготовлены призы. Научная учебная литература, которую выпускает юридический факультет Казанского федерального университета. И статуэтка Фемиды, которая отправляется в тот вуз, чья команда победила на всероссийских судебных дебатах. Ася Шихмина, Фарид Захит Углы, Универньюз. Ежегодная эстафета по легкой атлетике стартовала у главного здания Казанского федерального университета. Всего в забегах на разные дистанции приняли участие порядка 600 человек. Все подробности смотрите в сюжете нашего корреспондента Юлии Семеновой. Мы находимся на эстафете по легкой атлетике. Здесь и сейчас каждый может проверить свои силы и пробежаться. На старт, внимание, погнали! Вот уже 80 лет спортсмены собираются у главного здания Казанского федерального университета, чтобы пробежать эстафету по легкой атлетике. В этом году эстафета посвящена 61-й годовщине полета Юрия Гагарина в космос. Да и дата проведения выбрана не случайно. 22 апреля родился политический деятель и известный студент юридического факультета Казанского университета Владимир Ильич Ленин. Эта эстафета исторически была приурочена ко дню его рождения. Сегодня большой праздник спорта в нашем городе. Мы открываем этим мероприятием. Весенний и летний сезон, спортивный сезон в нашем городе. Королевы спорта легкой атлетикой. Сегодня проводим традиционную, юбилейную в этом году, 80-ю, лекаритическую эстафету на призы газеты Республики Татарстан. У нас в этом году есть нововведение. У нас в 16.00 будет дан старт благотворительному забегу. Все собранные средства пойдут на счет автономной некоммерческой организации «Добрая Казань». В помощь детям с ограниченными возможностями здоровья примут участие все команды, профессиональные клубы нашего города. Они пробегут 500 метров вместе с детьми с ограниченными возможностями здоровья. Было организовано 10 забегов, в том числе благотворительный забег «Добрая Казань». Маршрут эстафеты проходил вдоль учебных корпусов КФУ и по территории Казанского Кремля. Награждение победителей состоялось по окончании соревнований в каждой из 10 групп. Юлия Семенова, Фарид Захит Аглы, Универньюз. В Институте геологии и нефтегазовых технологий Казанского федерального университета состоялось закрытие коммуникационной сессии вузов-партнеров ООО «Газпромнефть». Телеканал Универ ТВ совместно с Казанским федеральным университетом продолжает конкурс «Год в КФУ». Тебе необходимо снять видео, выложить его в социальную сеть ВКонтакте с хэштегом конкурса, где ты расскажешь о своих научных, спортивных либо творческих достижениях. Все подробности в нашей группе ВКонтакте. Мы на Универ ТВ стараемся идти много со временем, сейчас больше добавлять каких-то трендовых новостей и делать в принципе контент, который будет интересен студентам и в котором они сами могут принять участие, как в ролике, который мы снимали к анонсу конкурса «Год в КФУ». Поэтому мы в принципе ищем инициативных студентов, которые придут к нам, ведут какие-то свои форматы, будут снимать тиктоки. Нам всего этого очень не хватает, чтобы действительно сделать канал молодежным и студенческим. На этом все. В студии была Алина Красильникова. Сюжеты из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч!